23 новенькие машины. От разнообразия глаза разбегаются. Здесь и вместительные КАМАЗы, и небольшие погрузчики, пылесосы и тракторы. Водители новой техники не нарадуются. Илья Лаврентьев работает в муниципальном предприятии благоустройства несколько лет. Говорит, со старой техникой зимой было много проблем. Теперь работать будет проще. Она меньше ломается, во-первых. Не лежать под ней постоянно. Как на старой. Два дня работаешь, один день лежишь. Это уже не первая партия новой техники для муниципального предприятия. Весной благоустройство получило 29 спецмашин. Сейчас еще 23. Вся техника отечественного производства. С ней никакой снегопад городу не страшен. Каждый такой лаповый снегопогрузчик заменит 5 единиц спецтехники старого образца. Если погрузчикам нужно сделать 10 подходов, то здесь машина просто подъезжает сзади к этому погрузчику. Три минуты КАМАЗ полный. Ключи от новой техники водителям вручил глава администрации Самары Олег Фурсов. Во время торжественной церемонии почетные грамоты и премии получили сотрудники, которые проявили себя во время весенней уборки города. Глава администрации лично осмотрел новые машины. Чтобы убедиться в качестве и комфортабельности, сам сел за руль. Качеством техники глава администрации остался доволен. В управлении она легкая и не шумная. Малошумная техника. Я думаю, она будет создавать минимум неудобств горожанам. И с учетом того, что она высокопроизводительная по сравнению с существующей, значит сама процедура будет более быстрая. Город чистить мы умеем, а новая техника позволит это сделать быстрее и более производительно. На этом обновление автопарка не заканчивается. В планах городских властей до конца года приобрести еще порядка 48 спецмашин и довести закупку до 100 единиц. По оценкам специалистов, благодаря новой современной технике производительность при уборке города увеличится на 30%. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...